Случайность или закономерность? Больше трех недель барнаульцы не могли получить письма, посылки и извещения на мини-отделение Почты России по адресу Попова, 121. А все потому, что закрылось оно на длительное время из-за отсутствия единственного сотрудника. Наш корреспондент Полина Жданова пыталась выяснить, действительно ли в барнаульских отделениях Почты России катастрофически не хватает сотрудников. Полина сегодня у нас в студии. Привет, Полин. Вот скажи, пожалуйста, что говорят на главпочтамте? Действительно ли нет сотрудников? И если да, то как они собираются решать проблему дефицита кадров? Да, Женя, здравствуй. На самом деле в главпочтамте мне сказали, что у них все хорошо, просто лето и просто все в отпусках. Но мы чуть больше узнали информации по поводу дефицита сотрудников, не от главного почтамта, и об этом я сейчас хочу рассказать. Когда наша съемочная группа ранним утром приехала к мини-отделению, мы увидели целую очередь недовольных людей, которые почти месяц не могли забрать свои посылки и извещения. Мелом написано, сотрудник на больничном, почта не работает. Через неделю приходим, та же картина, почта закрыта, сотрудник на больничном. Как сейчас уже выясняется, один сотрудник в отпуске, другой значит на больничном. Вчера был, смотрю, закрыто было. И до этого тоже заходил. Ну, закрыто, закрыто. Ну, я с первого думал, они там до полседьмого. Думаю, ладно, что-нибудь это самое. А потом придется автопочту идти. Барнаульцы говорят, что обращались на горячую линию. Там отвечали, почта работает, все в порядке. Но по факту можно было лишь наблюдать мольберт с надписью «Сотрудник выйдет в пятницу». По словам очевидцев, это длилось три пятницы подряд. Кстати, когда шел съемочный процесс, некая женщина преградила нам путь. Как сама призналась, отношения к почте не имеет. Однако точно знала ответ на вопрос, откроется ли отделение. Почтовое отделение не откроется. Вы понимаете, что она в отпуске находится. Вы извините, пожалуйста, я работаю вот здесь, но никак не на почте. Поэтому мы к вам претензий не имеем. Я вот сейчас вот эту вот одену на эту самую, на вашу. В центральном почтовом отделении, куда мы обратились с просьбой прояснить ситуацию, нам сказали, что все под контролем. Сотрудника просто неким заменить. Сослались на летний сезон отпусков, но почему-то отметили, что с осени начнут набирать новые кадры. Всегда в летний период времени есть такой вариант, потому что люди уходят пуска, у всех дачи, огороды. Поэтому в летнее время мы можем наблюдать, скажем так, отток нашего кадрового персонала. Но сейчас сентябрь наступает, мы сейчас работаем активно с СУЗами, с СУЗами, по включению студентов, проводим профилитационные мероприятия. В течение года дефицит кадров есть? Он наблюдается? Я этого не говорим сейчас. Со слов наших анонимных инсайдеров, близких к почте, мы выяснили, дефицит кадров все же есть. Сотрудников не хватает круглый год. Именно поэтому в отделениях некому работать. Основная причина, по словам самих работников, низкие зарплаты от 5 до 13 тысяч рублей. Хотя, как нам сообщили сегодня на главпочтамте, с мая 2020 зарплату обещают поднять аж до 16 тысяч. Не знаем, поможет ли это решить кадровый голод, но наш визит, возможно, помог десятку барнаульцев. Получить свои посылки. Потому что сегодня, в пятницу, месяц спустя, мини-отделение наконец-то открылось. Говорили же в пятницу. В пятницу подумаешь, 4 недели прошло, да? В пятницу открыли. Вот лично мой опыт. Я сколько не получала посылки, ни разу не было так, чтобы пришел, сразу взял, как это должно быть. Ну, возможно, к маю что-то изменится. Будем ждать. Ну, а пока к другим темам.